Гипсокартон вместо барельефа. Теперь здание, построенное в середине 19 века, выглядит именно так. Собственница двух квартир на первом этаже самолично занялась реконструкцией фасада. Такое ноу-хау искренне возмущает соседей. Следовало восстановить то, что было. Это та работа, которая сейчас произведена, гораздо более дорогостоящая, чем та, которую следовало произвести. Испортен вид фасада, вид дома, который является архитектурной ценностью города. Мы гордились этим домом. Во-первых, это жилой фонд. Кто дал право его переводить в нежилой. И если перевели, его должны были сохранить точно в таком же состоянии, видя, как он был. Мы все возмущены и требуем, чтобы его вернули в первоначальное состояние, такой, как он был. Ни в коем случае вот это безобразие, эту пародию допускать нельзя. В четверг вечером жителей встревожил непонятный шум с улицы. Выйдя во двор, они увидели рабочих, закрывающих панелями фасад здания. На просьбу предъявить документы, разрешающие ремонтные работы, ответа не последовало. Люди вызвали полицию. К жителям присоединились и представители правозащитной организации. Представители нашей организации вышли на место и пообщались с рабочими, которые производили эту реконструкцию. На наш вопрос, есть ли у них соответствующие документы, они ответили, что документы у них есть, однако предоставлять они их отказались. Так как диалог с рабочими не был найден, мы вызвали патрульную полицию, которая приехала по этому адресу и зафиксировала этот факт. Утром мы опять были на этом месте и при виде правозащитной организации нас застройщик скоропостижно собрал строительные леса, собрал все инструменты и скрылись с места проведения реконструкции. Я считаю, что если бы у застройщика были соответствующие документы, то он бы показал, предоставил бы их. Для того, чтобы привлечь к ответственности данного реконструктора, мы инициируем коллективное обращение в ГАСК, так как это входит в сферу их полномочий. И в дальнейшем мы будем добиваться того, чтобы это здание было приведено в первоначальный вид. Пообщаться с собственницей квартир Раисы на месте не удалось. Однако соседи любезно предоставили ее номер. Женщина удивлена такой реакцией соседей, ведь уверена, все документы в порядке, а жителям дома реконструкция придется по душе. По какому поводу вы будете обращаться? По поводу незаконной реконструкции и уничтожения памятника архитектуры. Нет, я вам покажу фотографии, в каком оно было состояние, это здание. Вы, наверное, до этого прекрасно видели. Нет, мы вот в том-то и дело, что мы видели, какие были изначально, какой был фасад. И он зеркально отображен. У меня есть фотографии. Он зеркально отображен. У меня есть фотографии. Ко мне прибежали со двора и просили, умоляли, хотя бы, чтобы оно не рассыпалось. Получается, что вы гипсокартоном закрыли фасад, позбивали... Это не гипсокартон. Ну, неважно, панелями. Это новые технологии. Они будут доклеивать это все. Все то, что было на этом вот, оно все доклеивается. Клеем, который, я не знаю даже, как называется, это новые технологии. Ребята, это не гипсокартон. А вы здесь бываете? Вы вообще видите, что ваши рабочие делают? Вот, возможно, вы не в курсе, что происходит? Ну, как я не в курсе. На просьбу предоставить разрешение на реконструкцию фасада Раиса диктует название и номер документа. Разрешение действительно есть, датированное 18 сентября текущего года. Однако, по словам юриста, оно разрешает начало ремонтных работ, а не разрушение культурной памятки. По словам представителя собственника помещения, у них есть декларация о начале работ, которая не говорит о том, что у них есть разрешение. Они только задекларировали о том, что они собираются проводить работы по реконструкции. Поэтому нам предстоит выяснять, на каких основаниях получена эта декларация и какие другие документы, подтверждающие законность проведения этой реконструкции, у них есть. После продолжительной беседы Павел и Раиса все-таки договорились встретиться в понедельник. Юрист обещает, все документы будут надлежащим образом изучены, обращение в ГАСК подано, а памятник архитектуры по возможности спасен.